Железный человек с механическими мышцами. Супергероев, обладающих сверхъестественной силой, не раз создавали в своих произведениях писатели-фантасты. Достаточно вспомнить Тони Старка, героя знаменитых комиксов и сериалов. Но это фантастика. В реальности первый патент на устройство, повторяющее биомеханику человека, в 1890 году получает инженер Николай Ягн. Но воплотить идею в жизнь он не успевает. В 60-х годах 20 века американцы разрабатывают костюм Хардимен. Это устройство получает название экзоскелет. Оно поднимает предметы весом до 110 килограммов, работает на воде, суше и даже в космосе. Разработка терпит крах из-за тяжелой конструкции и медленной работы. Через несколько лет югославский ученый Миамир Вукабратвич создает экзоскелет с пневмоприводом, задача которого — помочь парализованным людям снова встать на ноги. В последние годы создание роботизированных костюмов набирает обороты. Главным направлением разработок является военное и медицинское применение экзоскелетов. В России их разработкой занимается команда проекта «Экзоатлет». Ученые создали устройство для реабилитации и социальной адаптации людей с нарушением локомоторных функций нижних конечностей. Российский экзоскелет предназначен для людей с травмой спинного мозга, ДЦП и последствиями инсульта. В нашей стране полтора миллиона человек нуждаются в восстановлении двигательных функций. Более трети из них могут улучшить качество жизни благодаря роботизированному костюму. Как работают механические суставы и железные мышцы? Можно ли ходить с парализованными ногами? Как выглядит стул, которого нет? И кто такие люди-роботы? Об этом смотрите далее. Наш гость Екатерина Берези, выпускница механика математического факультета МГУ имени Ломоносова. В 1997 году во Франции завоевала первое место на Всемирном фестивале «Мобильные роботы». В 2014 победила в федеральном конкурсе стартапов. С 2017 года включена в сотню молодых мировых лидеров. Имеет практический опыт по разработке роботов. Занимается созданием и производством медицинских экзоскелетов для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Является сооснователем компании «Экзоатлет». Первоначально экзоскелет – это продукт все-таки военной промышленности, которые пытались увеличить мускульную массу. Но если говорить про обывателя, искать ему вот это слово «экзоскелет», он прежде всего, как мне представляется, вспомнит железного человека. Потому что, ну, по большому счету, костюм Томми Старка, он сделал ему имя. Но мы понимаем, что в 21 веке в медицине будущего экзоскелет – это действительно та инновация, которая позволит быстро, своевременно и высоко квалифицированно проводить реабилитацию. Екатерина, расскажите, пожалуйста, что такое современный экзоскелет, что он из себя представляет? Ну, экзоскелет – это конструкция достаточно мощная и прочная для того, чтобы 100-килограммового юношу или барышню поднять из положения, сидя вертикально, и дальше с опорой на костыли дать возможность ходить этому человеку по ровной поверхности, либо по лестнице вверх или вниз, или по наклонной поверхности. Собственно, основная задача экзоскелета – это сымитировать движение и произвести движение парализованных ног человека, то есть создать шаги, которые были бы максимально похожи на естественную ходьбу этого же самого человека, то есть так, как он ходил раньше. И, по сути, экзоскелет состоит из приводов, батарей, системы управления, сенсоров, но не только. Сам по себе экзоскелет – это вот та конструкция, которую мы видим, надетая на человеке с травмой либо с последствиями инсульта, но это только часть всего того большого комплекса, который необходим для того, чтобы врачи могли проводить реабилитацию. Ведь мы собираем данные с пациента, и эти данные должны где-то храниться. У нас есть специальный облачный сервис, который сертифицирован Роскомнадзором, как база данных для хранения персональных данных пациентов, туда записываются все результаты тренировок, которые позволяют врачам понять, какие следующие действия необходимо произвести для того, чтобы был эффект от реабилитационных процедур. Есть еще, кроме этого, методики, которые разрабатываются каждый раз для разных нозологий, ведь мы все здоровые одинаково, а больные-то по-разному. Какой контингент пациентов чаще всего нуждается в реабилитации с экзоскелетом? Это люди, у которых нарушена их локомоторная функция, то есть люди, которые либо совсем не могут ходить сами, либо которые ходят, но с патологическим паттерном. То есть это значит, что они могут ногу подволакивать одну. Или в результате гемипореза у них может быть одна половина тела работающая, а вторая вообще не рабочая. Это обычно последствия инсульта. Или это может быть миопатия, когда потихоньку мышцы перестают полноценно функционировать и очень сложно самостоятельно ходить. Все-таки немножечко поподробнее, потому что сложно представить, как вот эта вся конструкция работает. У нас есть два привода в каждой ноге. Один отвечает за коленный сустав, второй отвечает за тазобедренный сустав. Мы научились управлять этими приводами так, чтобы происходили синхронные движения ногами, соответствующие естественному паттерну ходьбы. Ну то есть это просчитанная математическая модель, которая заложена в программе. И это сугубо индивидуально для каждого пациента. Это индивидуально для каждого пациента, но не сугубо, потому что мы выстроили несколько паттернов и в пределах 10, которые наиболее часто и наиболее характерны для разных антропометрических данных пациентов с разными антропометрическими данными. То есть люди разного роста, с разными соотношениями длин конечностей выбирают те или иные паттерны. Более того, это еще зависит от этапа реабилитации. Ведь в самом начале, когда человек долго, например, 10 лет назад была травма, он 10 лет провел в инвалидном кресле, и теперь ему нужно встать и начать вдруг ходить. Да это же космос просто какой-то, это же сложно. Соответственно, ему нужно сначала встать и адаптироваться, после этого совершать шаги на месте, чтобы понять, как это вообще двигать ногами заново. И это все связано с вегетатикой, которая должна выровняться. Это связано все с эмоциональным переживанием, с осознанием того, что происходит с его ногами. А поэтому мы обычно используем зеркало как визуально-обратную связь для того, чтобы человек видел себя в зеркале и представлял, что он самостоятельно ходит. Наша задача, как мы себе ее сейчас представим, это помочь создать эффективный процесс реабилитации, мы называем его экзореабилитацией, которая включает в себя и работу с пациентом в рамках стационара, и работу с пациентом в нестационар, то есть амбулаторную. Ведь, по сути, если с человеком случилось несчастье, он оказывается на первом этапе в реанимации. На первом этапе основная задача – это помочь человеку сохранить жизнь и дать ему надежду на восстановление. После этого включается второй этап, который сейчас в России есть – это реабилитационные центры. То есть после реанимации пациенты, у которых есть реабилитационный потенциал, которых можно вертикализировать, они перемещаются в реабилитационный центр, в котором учатся ходить в экзоскелете. Это очень важный этап, он обычно достаточно длинный, то есть это от 20 до 28 дней. И на базе реабилитационного центра человеку нужно дать понимание, как будет дальше выстроен весь его реабилитационный процесс. Потому что это самый сложный момент психологический с точки зрения осознания того, что с ним случилось. Вот жил-жил человек, не знаю, 20, 30, 40, 50 лет. Ходил, двигался, у него была семья, дети, работа, он любил играть в футбол, не знаю, там, в теннис, водил машину. У него была какая-то, в общем, понятная и интересная жизнь для него. И тут вдруг он оказался в положении, когда он не может встать, не может ходить, а это значит, что он не может делать все то, к чему он привык. Это как попасть в другую вселенную, в которой оставилась только голова условно, когда ты можешь думать и говорить. Ну, может быть, как-то содействовать себе руками. Это совершенно новое состояние, очень страшное, деструктивное. И в этом состоянии нужно человеку дать надежду, что это не навсегда. По сути, вот задача второго этапа — это поставить человека на ноги и начать с ним ходить, чтобы эта надежда появилась у него на физиологическом уровне условно. Чтобы он ощутил, что да, он ходит в экзоскелете, он ходит не сам. Но тем не менее он ходит, и это значит, что в будущем его собственная функция может восстановиться. У нас есть периферическая нервная система, которая берет на себя часть функции, и частично происходит восстановление. Ну и люди, которые ходят в экзоскелетах долго, у них возникает серьезная мотивация к жизни, они вновь начинают видеть свет в конце тоннеля. Они влюбляются, женятся, рожают детей, заводят семьи, ищут работу, флиртуют. Прыжки с парашютом, соревнования по керлингу, гонки на квадроциклах и любимое увлечение — рыбалка. Жизнь Виталия Данилова насыщена событиями. А еще несколько лет назад он думал, что время для него остановилось. В 2006 году Виталий попал в ДТП. Чудом выжил. Но из-за повреждений спинного мозга потерял возможность передвигаться. Оказался прикованным к инвалидной коляске. Долгие годы Виталий пытался снова научиться ходить. Добился положительной динамики, но на ноги так и не встал. И тогда молодой человек увлекся биомеханикой и экзотерапией. Следил за новостями, читал научные статьи и вскоре узнал о новой разработке российских ученых в роботизированном костюме. Виталий решил участвовать в амбициозном проекте, команда которого набирала пилотов для испытаний. Обойдя в конкурсе 800 человек, он попал в десятку счастливчиков. И уже в 2015 году принял участие в первых клинических исследованиях экзоскелета. Виталий, дайте пожму вашу... Слушайте, откуда такое рукопожатие крепкое? Это побочный эффект от экзоскелета. Да ну прям уж. Да, здесь активно участвует плечевой пояс, поэтому крепатуру рук здесь немалое значение имеет. Столько сил у вас, такая откровенная улыбка, потрясающе совершенно. Насколько это важно, идти дальше и не сдаваться? Ну вы знаете, на самом деле, конечно, особенно первые дни, первые месяцы у меня воспоминания, нельзя назвать их радужными. Естественно, была и депрессия, и апатия. То есть в этом плане я не исключение исправил. Ну в дальнейшем, благодаря как бы своим друзьям, родственникам, окружающим меня и встречающимся на жизненном пути людям, я вновь поверил в себя, в свои силы и продолжаю бороться. Сил у вас, по-моему, больше, чем у меня, честно. Насколько это трудно дается, когда вот все это снимаете? Что здесь? Что, какая боль в ногах? Ну, болевых ощущений как таковых нету, но ощущения такие, как после хорошей тренировки, то есть как после тренировки на беговой дорожке или на каком-то тренажере серьезном, то есть ноги наливаются кровью, почувствовал, что ты серьезно поработал. То есть молочная кислота выбрасывается, вы это все чувствуете, слушайте, но потрясающий плечевой пояс. Это нельзя не отметить. Вы этим пользуетесь? Я в плане паралимпийских игр, потому что, ну, действительно, у вас есть чем выигрывать. Ну, да, был замечен. Всерьез увлекаюсь таким паралимпийским видом спорта, как керлинг. Керлинг на колясках. Потрясающе. Какие результаты? Делитесь. Мы неоднократно отстаивали честь страны на международных соревнованиях, чемпионами России были неоднократно. Вот каждый сезон у нас идет серьезная подготовка, и вот главный апогей сезона – это чемпионат России, самое, да, главное соревнование года. Я думаю, что это апогей этого сезона, но апогеем следующего сезона должна быть медаль на чемпионате мира. Когда мы говорим про экзоскелет, очень хочется от вас пример, очень хочется ту уникальную историю болезни, которую вы можете рассказать про того пациента, который действительно, которому в реальной жизни помог экзоскелет, который не просто встал, а который пошел. У нас есть потрясающая история юноши из Новосибирска, у которого давнишние травмы, полное прерывание спинного мозга, никаких надежд врачи ему не анонсировали. И, в общем, он на самом деле много лет все равно собой занимался, пытался восстановиться. Результаты были, безусловно, но ни чувствительность, ни движения в ногах не появлялись. Он прошел три курса реабилитации в экзоатлете, и это на самом деле случилось как чудо, он сначала почувствовал свои ноги, а потом у него появились движения. И сейчас он не просто ходит в ходунках самостоятельно, он может делать велосипед лежа на кровати. Серьезно? И вот такой, да, и горизонтальный. И это выглядит просто как феномен. Это уникальная история, в которую не верят врачи. Мы ее рассказывали на конференции в Сеуле, наши корейские коллеги скептически на нас смотрели, они говорили, видимо, где-то была ошибка в диагнозе. Возможно, ошибка в диагнозе была, но человек шесть лет пытался восстановиться классическим способом, и результатов не было. И через три курса ходьбы он пошел. Для нас это говорит о многом. Смотрю на вас, и я верю в силы, в уверенность, в настроение и, по сути, действительно в медицину будущего, потому что, ну вот, как мне представляется, вот именно этот экзоскелет действительно вам дал другой толчок в жизнь. Безусловно. И та жизнь, которая была, вы про нее уже даже, наверное, забыли. Ведь, понимаете, многие не осознают главную ценность экзоскелета, ведь он дает самую главную надежду, веру в человеку. А для этого нужно совершенно немного, то есть, встать и пойти. Для того, чтобы встать и ходить, нужно встать и пойти. Просто встать и пойти. Но прежде всего встать и пойти нужно вот здесь. Что дает стремление идти дальше? Ну, безусловно, поддержка родных и близких и друзей. Это первое очередное, что провоцирует тебя на дополнительные какие-то свершения. Ну, а также просто нужно делать каждый день зарядку и верить в будущее, да, и верить в свои силы. Спасибо вам большое за вашу уверенность, за ваш настрой и за то, что вы идете только вперед. Вам спасибо. Насколько реально получать помощь экзоскелета, как вы сказали, в тех же самых поликлиниках, либо в федеральных центрах? Входит ли это в программу ОМС, или это все на самом деле такая еще, ну, облачная мысль, которую мы хотим внедрить в жизнь? Частично это уже реализовано. То есть в федеральных центрах по ОМС можно получить курс реабилитации. Он пока короткий, это две недели. Есть реабилитационные центры соцзащиты, в которых можно пройти более длительный курс, там, порядка месяца. Но это все второй этап. Вот сейчас главная задача – это создать тарифы и медико-экономические стандарты, и программы реабилитации, которые бы включали и третий амбулаторный этап. В этот момент вся система заработает. У поликлиник появится мотивация закупать экзоскелеты, у пациентов появится возможность пользоваться экзоскелетами, у врачей со второго этапа появится возможность направлять своих пациентов, которых они уже научили ходить в экзоскелете, домой не просто с открытой амбулаторной картой, как это происходит зачастую во многих регионах, а уже с программой реабилитации. И тогда процент снижения инвалидизации может достичь порядка 10%. Это очень хороший результат. Если мы говорим про экзоскелет, в какие рекомендации он включен? Потому что весь мир, разумеется, и мы, говорим о гайдлайнах. Да, абсолютно верно. Есть ли экзоскелет в рекомендациях? Вот сейчас вместе с Александром Комаровым, это заведующий реабилитационного отделения одной из ЦКБ московских, мы разрабатываем клинические рекомендации, вместе с Союзом реабилитологов будем согласовывать их и внедрять. Потому что экзоскелет — это совершенно новая тема, и мы, как разработчики, столкнулись с тем, что, по сути, получается, это наша задача — разработать эти клинические рекомендации, хотя мы не врачи, мы привлекли компетентных медиков, которые участвуют сейчас в этом. И это сложный процесс создания фактически нового подхода к реабилитации, нового тренда, нового, принципиально нового решения, которое затрагивает не только стационар, но и амбулаторную часть, которая сейчас, к сожалению, совершенно задвинута. Если говорить о конкурентах, Соединенные Штаты Америки, Япония, ну и на рынке присутствуем мы, что приятно. Чем мы принципиально отличаемся от наших коллег? Мы принципиально отличаемся алгоритмами, которые у нас запатентованы и составляют ядро фактической технологии. Это алгоритмы управления движением. И это то, что дает нам максимально естественную плавную ходьбу, которая регулируется под разных людей. Разного роста, разного веса, разных антропометрических соотношений длин, конечностей. Это, безусловно, конструкция, которая позволяет нам выиграть в цене, выиграть в два раза. А сколько приблизительно стоит? Мировые аналоги стоят около 100 тысяч долларов. Это, в общем, средняя цифра. От 70 тысяч евро до 100-120 тысяч долларов. А экзотлет мы сейчас продаем за 3,5 миллиона в России с дистрибуционной маржой. То есть 3,5 миллиона – это конечная цена для клиники. И мы продаем экзоскелет через нашу дистрибуционную сеть, которая заодно еще и оказывает сервисное сопровождение и обучение врачей. Медицина – это сложное направление. Очень долгий цикл продаж. Он занимает от 6 до 8 месяцев. С момента, когда мы встречаемся с врачами, до момента, когда они начинают уже реально пользоваться экзоскелетом. Скажите, каково это быть неким первопроходцем, что ли? Особенно в медицине, особенно в реабилитации. Потому что, наверное, это определенные эмоции и чувства. Это всегда битва с ветряными мельницами. И с одной стороны. А с другой стороны, это как, знаете, как неизведанное поле с невиданными фантастическими животными. Но вы «Донкий ход», не «Санчо Пансон». Ну да, мы, конечно, все «Донкий ход». Очень сложно продвигать технологию, результаты которой неочевидные или очень долгосрочные. Очень отложенный эффект. Нам повезло, и то направление, которое мы выбрали, экзоскелеты, они дают фантастический эффект буквально со второй, с третьей, с четвертой тренировки. Доказано, что 44% профессиональных заболеваний связаны с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Такая статистика наблюдается во всех индустриально развитых странах. Специальный промышленный экзоскелет, который разработали российские ученые, должен помочь людям самых разных профессий. Это могут быть фотографы, хирурги, социальные работники, охотники, рабочие конвейеров. Устройство выполняет функцию стула в тот момент, когда этого предмета мебели нет под рукой, а человеку необходимо присесть, чтобы снять напряжение со спины и ног. Экзоскелет, словно второй позвоночник, дает уставшему человеку опору. Выпуск этого устройства в промышленных масштабах запланирован на конец года. Стоимость одного экземпляра — 100 тысяч рублей. Технологии экзоскелетов можно будет применять в совершенно разных областях. И, наверное, первые, кто ощутит прелесть экзоскелетов, будут рабочие, конвейерные рабочие на заводах. Особенно на тех операциях, которые крайне неудобны. Либо это работа в шахте, если мы говорим про какую-то добычу ископаемых, где узко, некомфортно, и при этом нужно совершать какие-то сложные физические процессы. Либо это работа на производстве, где нужно либо тащить что-то тяжелое, либо в неудобной позе что-то прикручивать, откручивать. Ну а дальше, я думаю, что разработка будет активно внедряться и в МЧС. То есть это разбор завалов и для пожарных, которым нужно бегать на 20-е, 40-е этажи с баллонами кислорода, которые тяжелые, и это просто сложная физическая нагрузка, которую можно с них снять. И, безусловно, это одно из направлений, если говорить про медицину, это дети, которые рождены были с нарушениями центральной нервной системы, в которых мы их можем научить двигаться и реально повысить процент самостоятельного, процент самообслуживания. Пожилые люди часто испытывают трудности с координацией движений. Кроме того, с возрастом у человека замедляются реакции. Достаточно оступиться или неверно поставить ногу, чтобы получить ушиб или перелом конечности. А в пожилом возрасте поврежденные кости срастаются очень плохо. Ученые из Швейцарии решили помочь пенсионерам. Они разработали новый легкий экзоскелет, который сможет спасти пожилых людей от случайных падений. При обычной ходьбе экзоскелет не работает. Но когда человек оступается, моментально включается активная поддержка бедер и таза. Экзоскелету необходимо всего 350 миллисекунд, чтобы определить начинающиеся падения и предотвратить его. Устройство сделано из трех основных элементов – пояса и двухнабедренных креплений. Весит такой экзоскелет всего 4 килограмма. Мы думаем над версией экзоскелета для пожилых людей. Думаем давно. Мы скорее считаем это не медицинским изделием, а больше как гаджетом, который должен помочь пожилому человеку передвигаться самостоятельно без помощи сопровождающих. То есть это решение, которое будет очень востребовано на азиатском рынке, потому что там очень быстрое старение нации происходит. Что такое экзоскелет будущего? И в принципе будет ли существовать киберчеловек? Для нас экзоскелет будущего – это комбинация методик плюс возможность ходить, которая дает максимальный эффект восстановления. Это не какая-то сумасшедшая конструкция, которая вживляется в тело человека или которая там внешне, не знаю, занимает полкомнаты, как обычно представляют себе фоторологи. Это некий набор инновационных решений, который даст возможность человеку восстановиться, потому что пока ничего более совершенного, чем человеческий организм, никому придумать не удалось. Есть ли уверенность, что, скажем, через 5-7 лет ваша потрясающая разработка появится не просто в рекомендациях, а действительно в федеральных центрах, и это будет такая повсеместная методика, которой может прибегнуть каждый человек, который попал в беду? Эта уверенность у нас есть по двум причинам. Во-первых, мы верим в здравый смысл, а пока ничего лучше экзоскелета, который дает возможность ходить в природе, не существует. Аналог — это только два взрослых мужчины, которые могут взять человека и переставлять его ноги на беговой дорожке, но это не очень эффективно. То есть здравый смысл говорит, что дать возможность человеку ходить — это возможность запустить все внутренние процессы и тем самым ускорить процесс восстановления. А второй момент — сейчас в процесс создания экзореабилитации включено какое-то феноменальное количество людей, мощных, способных, верящих в эту технологию. И, конечно, мы настолько обласканы их вниманием, что это говорит о том, что в эту технологию действительно не только мы верим в этот успех, но и еще, на самом деле, тысячи людей, которые помогут внедрить это. Екатерина, большое вам спасибо. И, конечно, только вперед и удачи. Спасибо большое. Дорогу, Василий Тадущий. Точно. Дорогу, Василий Тадущий.